В этом году, например, вместе с коллегами из Следственного департамента МВД мы провели крупное дело по нарушению статьи 16 Закона о защите конкуренции. Одним из ответчиков по этому делу, статья 16 запрещает конкурентое соглашение с участием органов в власти, одним из ответчиков по этому делу было выбиральное место по обустройству государственной границы, Росграницы, которая ступила с поваром с несколькими хозяйствующими субъектами, и объекты, которые строились на патронаже Росграницы, к сожалению, разыгрывались на аукционах в отсутствие конкуренции. Был заранее определен рублиц, которые должны были эти объекты, эти государственные контракты на строительство объектов выиграть. Ну а, соответственно, руководители этих хозяйствующих субъектов платили руководителю Росграницы денежное разнаграждение. По этим фактам коллегами из МВД возбуждено уголовное дело. Как я уже сказал, в антимонопольной службе было проведено антимонопольное расследование. Мы направили материалы своего расследования в МВД, и они приобщены сегодня к материалам уголовного дела. Еще одно крупное дело, которое имеет общероссийский масштаб, это картель по поставкам вещевого имущества для нужд целого инструктур, в том числе МВД, Федеральной службы безопасности таможни. Это расследование мы также ведем вместе с коллегами из правоохранительных структур. Вместе с МВД мы провели серию внеплановых выездных проверок весной 2015 года. По результатам этих проверок, это основная форма добычи доказательств, как и антимонопольная служба, напомню, имеет право входить на территорию любого хозяйствующего субъекта, любого органа власти проводить проверочные мероприятия. Если речь идет о раскрытии картеля, то такая проверка может проводиться внезапно, то есть без предупреждения. Часто мы используем при проведении таких проверок, просим нам помочь коллег из силовых структур, в целях силовой поддержки, либо в целях более эффективного сбора доказательств. Попроверки, которые были проведены на хозяйствующих субъектах, связанных с поставками вещевого имущества, позволили нам возбудить крупное антимонопольное дело. Буквально на прошлой неделе состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению этого дела. Если первоначально у нас 40 хозяйствующих субъектов было привлечено в качестве ответчиков по этому делу, то на последнем заседании комиссии количество ответчиков было расширено. Еще более 20 фирм было выявлено, которые являлись участниками этого сбора, этого картеля. И образом на сегодняшний день количество ответчиков увеличилось до 60. Мы надеемся, что в начале следующего года рассмотрение дела будет завершено. Коллеги из МВД параллельно решают вопросы о сбудении уголовного дела. Соответственно, мы предполагаем направить наши материалы, чтобы они также послужили дополнительными доказательствами в уголовном месте.